С нами на связи Ольга Романова, глава фонда Русь Сидящая. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Вот эти перехваты можно слушать, наверное, знаете, 24 часа в сутки вместо новостей. В них вся правда о том, что происходит с российскими военными в Украине. Вот на дворе серьезные морозы начинаются, но даже одежду те, мобилизованные, должны, как они говорят, намутить сами. Что вы об этом думаете? Ну, вы знаете, это постоянные жалобы о мобилизованных. Нет одежды, бронежилеты из фольги, резиновые сапоги, нет вооружения, нет ничего. И такое ощущение, что как-то российское общество должно как-то сплотиться и все это им купить. С чего бы? С чего бы? Я вот как-то эти жалобы на отсутствие теплой одежды, еды и внимания страданцов-командиров не воспринимала бы в качестве жалобной жалобы. Собственно, что вы хотите. Вы живете в глубоко коррумпированной стране. Вы поперлись на чужую для вас войну, на войну за Путина, за сохранение Путина навечно. Теперь вы жалуетесь, что у вас что-то нет, но нет и не будет. В одном разговоре был... Простите? Вот в одном разговоре было, да, погиб в Украине, говорит, а записали в Белгороде, так, говорит, двухсотых записывают, что они погибли там. Вот это признание солдата матери, это о чем? Для чего они так делают? Преуменьшить количество потерь в Украине или денег не платить? Нет, нет, это история про деньги, конечно, потому что Белгород – это не зона боевых действий, то есть не положено выплаты матери 5 миллионов рублей, а сядут в чем-то кармане. Но вы знаете, это не первая, не единственная уловка. Мы видим уловки еще с военкоматами, когда выдают такие сдвоенные военные билеты. И люди рядовые, мобилизованные, зачем-то получают билеты, где у них там звание майор или звание лейтенант, хотя они сфотографированы в обычной совершенно одежде. И они гибнут, например, под этими номинованиями. А в России, по правилу, если человек пропал без вести, то только через 5 лет суд приступает к установлению местного нахождения. Погиб он или не погиб. Установят, не установят – дело 10. Оригиналы военных билетов остаются в военкоматах, и кто-то вполне себе эти деньги получает, сообщая, что они родственники. Там такой бизнес тоже есть. Этот бизнес тоже очень развит. Делать деньги на погибших, на мобиках, на заключенных – чего нет. В продолжении этой темы, знаете, меня больше всего в последнее время поразило видео, на котором вручают похоронку родителям, а человек в форме полковника, на фоне воющей от гуря матери, говорит при этом отцу, вручая, скорее всего, похоронку. Поздравляю вас. Давайте вместе посмотрим вот этот ужасный эпизод. Вот мы зациклили это видео, чтобы все люди увидели, что происходит на самом деле, потому что эпизод короткий. С чем поздравляют, как думаете? Знаете, у меня есть две версии ответа на этот вопрос. Первая версия, наверное, более человеческая, что полковник пытается поздравить воющую мать с тем, что ее сын погиб геройски, я не знаю, как мужчина, как угодно. Но это такая версия, наверное, light. С другой стороны, я вспоминаю, когда я жила в Москве, много лет уже назад, совсем много лет назад, у меня погиб сосед, он был губернатором Иркутской области, по-моему, Иркутской, да. На вертолете там, как обычно, охота была за дикими зверями, запрещенными в Красной книге. И его вот новоиспеченная вдова, да, бросила мне ключи, кошки там туда-сюда, и там полетела срочно в Иркутск. И я осталась несколько дней одна, в том числе и в их квартире, и я все время принимала звонки фельдфебелей, там, вот эти все официальные телеграммы, вот это все. И я все время открывала дверь или поднимала телефон, мне говорили, поздравляем вас, а дальше смотрели на телеграмму, там, а, там, вот это, погиб. Ну, я соседка, мне, в общем, пофигу. Но вот эти поздравления я наслышала из довольно много, и просто пофигу. То есть они смеялись так, или это просто так принято у них, я не знаю, я не понимаю. Нет, это просто все равно. Это вот... Дежурная фраза, на все случаи жизни, да. На все случаи жизни, если маленьким бокалом, но с большим чувством. Мы хотим выпить за нашего товарища, которому сегодня исполнилось, а нет, который вчера погиб. Нет, это просто искренне равнодушие. Вот первая группа заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Пригожина. С заключенных сняли все судимости. И вот как удалось установить, в этой группе был ветеринар, которого судили за торговлю амфетамином на 17 лет. Журналисты вот называли его русским Олтером Уайтом, да, по аналогии с главным героем сериала «Во все тяжкие». Был там и убийца собственной бабушки. Бабушка была ветераном войны. Вот как вы полагаете, вот Роспропаганда, как будет использовать вот эти факты? Ну, я думаю, что Роспропаганда будет прежде всего использовать это все для увеличения числа завербованных. Поскольку Евгений Пригожин, он совершил довольно серьезную ошибку, когда стал показывать заключенным и вообще публиковать кадры унесудебных расправ, унесудебных казней. Ну, и знаменитая Кувалда, и еще мы видели четыре видео. То есть он их показывал заключенным, они все описывают одно и то же примерно. Хотя у них гораздо больше этих унесудебных казней, о них очень много говорят. И поток желающих быть завербованными резко сократился. Если раньше 500-600 брали человек с одной зоны, то теперь там 20-30. И сейчас после объявления о том, что первые 20 человек вернулись домой, вновь резко увеличило число желающих пойти вербоваться, быть наемниками и отправиться воевать в Украину. Даже тех, кто сел за особо тяжкие, да, напомним. Естественно, естественно. При всем при том, что никто особенно не слушает, конечно, контекст. А контекст такой. Не вернулись они домой. Они все подписали контракт. Через 45 дней они должны быть отправлены назад. Назад. У них у всех на телах стоит клеймо. Да, в разных местах. Круглая печать Вагнера. В общем, это такой тавро, как на животных. Дальше. Сам Пригожин в этом видео говорит. Не нужно быть юристом, чтобы вообще усомниться в том, что он говорит. Он говорит сразу три вещи. Что эти люди помилованы, или эти люди амнистированы, или эти люди, с них снята судимость. Нет. Амнистию объявляет парламент. Парламент амнистия не объявлял. Помилование объявляет президент. Президент помилование не объявлял. Снятие судимости и вообще отмена приговора, выход по условно-досрочному освобождению – это судебная власть. Она ничего подобного не решала. Так что все эти штучки – это, конечно, четвертая власть, но это не медиа, это, конечно, лично Пригожин. У нас теперь Евгений Пригожин – это ветвласти в России вполне полноценная, которая в состоянии выдернуть человека из места отбывания наказания, несмотря на решение суда, и в состоянии отрешения суда, несмотря на его наличие, его снять. Все эти 20 человек проходят по судебным базам, как люди, сейчас отбывающие наказание, как судимые. И, насколько я знаю, каждый из них будет поставлен под административный надзор во ВСИН. Как уж эти вещи будет решать Пригожин, я не знаю, но если ему понадобится снять надзор, он, конечно, его снимет. Потому что мы теперь видим, что это всемогущий человек, наверное, могучий Пригожин, а раньше, что Путин. И то лично я сомневаюсь. Интересная новость из Дании. Там королева Маргарет отказалась патронировать премию Ганса Христиана Андерсона, которую называют Нобелевской в области детской литературы. Причина в том, что глава жюри – россиянка, профессор искусствоведения Анастасия Архипова. Она же является членом правления Московской ассоциации художников, которая активно пропагандирует войну в Украине. Можно было даже показать какие-то перлы, нарисованные художниками этой ассоциации, но, честно, не хочется засырять эфир этой мерзостью. Вот может ли такой представитель вручать премию в области детской литературы, когда вот в Украине погибли сотни детей, сотни раненые, сотни пропавших без вести, и больше 13 тысяч детей депортированы? Ну, вы знаете, конечно, не может не то, чтобы представитель этого самого художественного клуба, но и вообще любой человек, у которого какая-нибудь нейтральная позиция, хотя такого не может быть по отношению к войне, взять хотя бы казус Нетребка, оперная певица Нетребка, которая с самого начала войны, ее, в общем, попросили высказаться, она долго сидела на двух стульях, очень переживала за свои зарубежные контракты, сидела, сидела, молчала, молчала, под Новый год написала, Боже мой, какой был прекрасный год, не было года лучше, не было года краше, то есть ни слова про войну, но у нее был прекрасный год. И вот она вот не высказывалась. И очень многие говорили, ах, Нетребка, Ах, Нетребка, Ах, Энсли, грузская культура. И что теперь? И что теперь? Эту дамочку, что теперь? Вот какой бы ни был талант и голос. Давайте будем ее слушать. Если у человека такие кровавые, в общем, клыки, с которой стекает кровь. Ну хорошо, Гитлер любил Лени Рефенштальт, талантливого режиссера. И что? И что? Лени Рефенштальт всю жизнь посвятил оправданию. Талант не панацея. Талантливейший архитектор Шпир просидел 10 лет в тюрьме, потому что он был нацистским архитектором. И, в общем, не только архитектором, а был, в общем, вполне себе участником партии. Ну и министром вооружения, да, под конец войны он стал творческим человеком. Умение не панацея, умение рисовать, петь, плясать, не знаю, там, рисовать красивые проекты и написать стихи, не повод сейчас для того, чтобы иметь в мире какое-то авторитетное мнение. Нет, сначала скажи, сначала скажи, что там у нас с войной. Все-таки, потому что это самое главное. Да, мы много видели компромиссов, и, может быть, сами были компромиссны, но мирное время, оно такое полутона, там, бу-бу-бу. Они и привели, собственно, к войне. Эти полутона и привели к войне, и теперь черное и белое. Черное и белое. И давайте не будем говорить, что с одной стороны, с другой стороны, нет никакой другой страны. Есть одна страна, и другая страна. Есть черная страна, и есть белая страна. Ах, детки, детки, ах, художники, ах, писатели, нет. Сначала, сначала, сначала про войну. Генсек ООН Антонио Гутерриш распустил миссию, которая должна была установить факты гибели украинских пленных в Еленовке, Донецкой области. Официально, во время пресс-конференции, ну, во время пресс-брифинга, точнее, причиной было названо отсутствие условий, необходимых для направления миссии. То есть, не получили гарантии безопасности. Как вы считаете, вот ООН снова расписалась в собственной беспомощности, фактически, ну, игнорируя это ужасное военное преступление? Ну, к сожалению, не только ООН, не только ООН выглядит беспомощной и безумной организацией, которая, собственно, совершенно себя изжила. У нас сказать, что Вторая мировая война похоронила регу наций. И похоже на то, что вот эта война, она похоронит, конечно, ООН, как организацию совершенно выжившую и пережившую свой век. И я думаю, что реформа ожидает не только ООН, но и организация, связанная с ООН, например, Красный Крест. Потому что я помню свои разговоры с людьми, которые сидели в Еленовке, которые были пленными, и они рассказывали, как к ним приезжал Красный Крест, и совершенно не желал с ними общаться. И им показывали оккупанты потемкинские какие-то деревни, какие-то там столовые, и чуть ли не бассейны, и все что угодно. И делегация Красного Креста, ООН, у нас к организации еще разочек, да, с офисом в Женеве, они не соизволили подойти. Даже подойти не изволили к людям, которые ждали помощи и участия. Тем временем Россия вот спросила о рождественском перемирии, да, так называемом. Циничной ловушкой назвал это предложение главы РПЦ, Кирилла, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, ну и в том числе решение Путина, конечно, да, вроде бы как прекратить огонь. Очень емко отреагировал на это предложение секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, в Твиттере он написал следующее, да, кто поверит мерзавцам, которые убивают детей, обстреливают родильные дома, пытают пленных, ложь и лицемерие. Также, в принципе, и в мире на это отреагировали. Кстати, вот это ведь предлагают так называемые, это перемирие, те же люди, которые устраивали обстрел мирных людей 25 декабря, да, в день Рождества по западному обряду и в новогоднюю ночь, и перед этим на Пасху. Вот об этом всем, я сказал, вспоминали и президент США, и министр иностранных дел Германии, например. Как вы относитесь вот к такому предложению, как бы могли вот это прокомментировать? Ну, я напомню, что президент Зеленский говорил о перемирии, просил о перемирии, о мирной ночи с 24 на 25 декабря, собственно, рождественская ночь, для большинства, подавляющего большинства христиан всего мира. И никто с ним разговаривать не стал. Сейчас разговаривать об этом с Путиным, после того, как он совершенно проигнорировал предложение Зеленского, во-первых. Во-вторых, конечно, это удачный пиаровский ход для внутреннего потребления, что вот видите, мы мирные, мы предлагаем, а они вот такие-сякие не хотят. И, конечно, это будет, безусловно, преподнесено Западу с тем же самым рефреном, просто, ну, Запад имеет информацию из самых разных источников, и прежде всего видит все собственными глазами. А российский потребитель, конечно, это все схавает, и действительно страшно украинцы. Но это вот, это все-таки из Сирии, Чикатило призывает в новогоднюю ночь не убивать детей. Похоже на то. Чикатило. Вчера была опубликована информация о том, что вот Вагнер Пригожина набирает заключенных из тюрем Чеченской республики. Вот, а что, кстати, о возможном наборе женщины, о котором шла речь, если не ошибаюсь, две недели назад. Есть ли такая информация у вас? И вот, собственно, зачем они там на фронте? Подготовки никакой военной у них нет. Смысла-то в окопах от них-то никакого. У меня есть подозрение, что заберут их туда совсем для других целей. Знаете, а потом, как говорится, война все спишет. Как вы считаете? Вы знаете, это два отличных вопроса, которые между собой очень связаны хорошо. Давайте я начну все-таки с Чечни. До сих пор, до сих пор, Чечня была единственным регионом, где не было никакого набора, никакой вербовки, не было в тюрьмах, но не было и мобилизации. Мобилизации не было, потому что восстали чеченские женщины, и Рамзан это все быстро свернул. А вербовки в тюрьмах не было, ну просто потому что тоже Рамзан совершенно никого не пускал. И тут вдруг это все началось. И это, конечно же, результат политического пакта Пригожина, и Кадырова. Это, конечно, очень сильный союз. И основан он, конечно, на взаимных сделках. Значит, сделка со стороны Пригожина, он, будучи во всех тюрьмах России со своей вербовкой, он сделал так, что, я бы сказала так, авторитетные чеченцы обосновались теперь, авторитетные чеченцы, вот самые авторитетные, да, тюремные, да, из тюрьмы, они появились, в общем, во всех областных центрах, во всех регионах России, и создают там какие-то свои, не диаспоральные, а кадыровские центры, кадыровские центры влияния. И для Кадырова, для Кадырова Пригожин, это тот самый русский, на который он может опереться, на который он может верить, потому что особо-то русских у сторонников Кадырова нет. ФСБ ненавидит все это дело, да, Путин, понятно, его терпит и понимает, что Россия платит Чечне дань. С Пригожиным, вот, влиятельно русский в его окружении. Рыбак рыбака видит издалека, да? Да, почему бы не заплатить человечками, почему бы не заплатить человечками, и разрешает забирать, а для Пригожина Чечня это экстритриальность. Да, такая квази, но это экстритриальность. Да, в рамках России, но это все равно очень-очень суверенная территория, куда можно и спрятаться, и спрятать, и концы в воду. Поэтому это очень-очень такое сочетание опасное и очень набирающее силу каждый день. И, как ни странно, женский вопрос с этим связан напрямую, потому что, конечно, можно говорить о том, что, кстати говоря, женщины сами очень много пишут, в том числе и в Руссидящей, что они, к сожалению, хотят идти на войну. И, конечно, женщин-то можно по-всяческому на войне пристроить, в том числе и самым плохим образом. Но дело не только в этом. Дело в том, что в женских тюрьмах довольно много сидит осужденных за терроризм, экстремизм, за пособничество терроризму экстремизму. Ну, то есть это шахидки. То есть это шахидки, которые вполне себе могут пригодиться. То есть они знают, зачем они хотят туда пойти, судя по всему. Спасибо вам большое. Спасибо. Ольга Романова, глава фонда «Русь Сидящая», была с нами на связи. Всегда ждем вас в нашем эфире. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok